Уважаемые коллеги, добрый день. Рада вас приветствовать на нашем вебинаре, посвященном тематике налогового мониторинга. Вебинар проводится совместно с двумя компаниями. Это аудиторская консалтинговая сеть Финэкспертиза и Эндренинский центр Раздолье. Поскольку задача комплексный переход в налоговый мониторинг, который связан и с методологией, и с автоматизацией, поэтому мы хотели бы поделиться опытом, рассказать о наших предложениях, что мы можем вам предложить. Ну и вполне возможно, что очень надеемся, что посотрудничаем с вами именно на этом поприще. Два слова скажу о наших компаниях. Финэкспертиза на рынке более 20 лет. Консалтинговое направление очень мощное. И самое главное, что мы применяем наш консалтинг, в том числе и в части метод обеспечения, для автоматизации. То есть этим мы занимаемся как раз все эти 20 лет. Поэтому управление достаточно сильное. И Раздолье. Это один из крупнейших представителей на рынке 1С. И не только в части количества выполненных, реализованных проектов, но и в части качества. Достаточно опытные специалисты и качество выполненных проектов говорит само за себя. Это кратко о наших компаниях. А теперь хотела бы представить докладчиков. У нас сегодня с вами на связи будут общаться Кубышкин Павел. Он руководитель как раз методологии налогообложения. То есть отвечает за это направление в компании. Вера Пикурин. Это руководитель проектов внедрения 1С ЕРП в внедренническом центре Раздолье. Также сегодня с вами пообщается обязательно Агван Микоэльян. Он шлен-сайд-директоров финэкспертизы. Здравствуйте. Наш известный спикер. И мы пригласили поделиться опытом с рассказом о том, как прошла процедура как раз перехода к налоговому контролю в формате налогового мониторинга. Ирину Стеблеву, заместитель главного бухгалтера Ягуар Ландровер. Это вот о наших докладчиках. Буквально пару слов о чем пойдет речь. Ну понятно, что обязательно остановимся на тех проблемах, которые часто есть в компаниях. Ну практически во всех тех, которые должны, обязаны, которых пока нежно просят, да, перейти к налоговому контролю в формате налогового мониторинга. Остановимся на них. То есть поясним, какие подводные камни есть у вас. Расскажем, как можно этих подводных камней избежать, каким образом, как решить проблемы, те или иные проблемы. В чем можем мы оказать содействие, в чем, может быть, вы сами сможете одолеть проблемы. Но, в общем-то, развернем эту составляющую достаточно подробно. И, естественно, как бы остановимся на тех документах, которые являются классическими, те, которые требует ФНС для перехода на налоговый мониторинг. Ну и, естественно, немножечко пройдемся по тому, что ждет вообще, как бы, вот в части налогового мониторинга в ближайшем будущем. То есть есть ряд законопроектов. И я думаю, что эта информация тоже будет для вас очень интересна, потому что это, по сути, как бы ваше будущее. Вот. Это о методологической составляющей. Ну и представители раздолья расскажут, что сейчас происходит вот именно в части перехода на налоговый мониторинг, что предлагает 1С, да, в каких конфигурациях возможна реализация, какие есть отдельные продукты, которые, которые там посвящены, насколько интегрируется 1С с прочими системами, если, например, вы эксплуатируете какую-то иную автоматизированную учетную систему. Ну, в общем, подробно осветит вот эту составляющую, которая касается непосредственно вот самого взаимодействия уже реализации вот всех этих процессов в автоматизированном режиме. Вот. Ну вот, как бы, это вот содержание нашего вебинара, да, и сейчас несколько организационных вопросов, прежде чем я передам слово нашим докладчикам. Вопрос организационный первый – это чат, да, что вопросы ваши, которые будут возникать в процессе нашего общения, можно задавать в чате, писать эти вопросы, и наши докладчики постараются по максимуму на все эти вопросы ответить, да, то есть, как бы, либо в процессе, если мы будем листать чат в процессе своего доклада, своего рассказа, либо по окончании, да, ну, вероятнее всего, по окончании, чтобы не отвлекаться, как бы, пролистаем чат и пройдемся по тем вопросам, которые вы зададите. Постараемся охватить по максимуму, но, как бы, не факт, что на все будет достаточно времени, но постараемся. Далее, все материалы по итогам вебинара будут вам направлены по окончании вебинара, там, в течение определенного срока, на те адреса электронных почв, с которых вы регистрировались на наш вебинар. Обязательно будет отправлено все, все в полном объеме, все материалы. Ну, и сейчас я бы хотела минутку вашего времени, буквально пару минут, понять тем, что мы хотели бы провести такие некие интерактивные процедуры, то есть провести опрос. Андрей, запустите, пожалуйста, опрос, сейчас на ваших экранах появятся вопросы, ответьте, пожалуйста, на эти вопросы, буквально там пару минут, и дальше тогда мы продолжим, я уже представлю слово нашим докладчикам. Спасибо. Так, спасибо большое. Ну, мне бы хотелось, чтобы активность была немножечко повыше, да, чтобы все участники проголосовали. У вас на экране сейчас результаты, да, опроса. Вот, и сейчас я хочу представить слово нашему первому спикеру Кубышкин Павел, руководителе отдела металлогии налогообложения компании «Финэкспертиза». Павел, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моей презентации касается как раз методологической составляющей, связанной с переходом предприятия на режим налогового мониторинга. Включаю презентацию. Так, значит, металлогическое составляет на режим налогообложения компании «Финэкспертиза». Так, значит, металлогическое составляет на режим налогового мониторинга. Это металлогическое обеспечение перехода на режим налогового мониторинга. Коллеги, ну, в последнее время, в процессе своей практической работы, мы постоянно уже, не побоюсь этого слова, взаимодействуем с предприятиями, которые либо планируют переход на режим налогового мониторинга, либо уже в той или иной мере реализуют это. Поэтому накопился уже определенный опыт, и чем хотелось бы как раз поделиться с вами. Но начну все-таки с тех моментов, с тех вопросов, с которыми приходится сталкиваться, которые есть в компаниях. И для перехода на налоговый мониторинг зачастую необходимо решение вот этих вопросов. Значит, о чем пойдет речь? Ну, речь идет прежде всего о подготовке, о глобальной подготовке к переходу на налоговый мониторинг. И поэтому предлагаю вам, всем участникам, уже вот сейчас, так сказать, по ходу презентации, попробовать протестировать себя, насколько у вас уже готовы материалы, готова база для того, чтобы перейти на налоговый мониторинг. И что необходимо доработать, может быть. Поэтому предлагаю сразу по ходу моей презентации ответить себе на ряд предлагаемых мной вопросов. Ну, во-первых, коллеги, что касается организации и формализации системы налогового учета. Существуют ли у вас утвержденные или, так сказать, формализованные документы в виде альбома налоговых регистров, алгоритм налоговых регистров, методика заполнения налоговой отчетности? То есть, есть ли эти документы уже в качестве утвержденных, в качестве, так сказать, созданных в формате Word, Excel, то есть, вот сами эти документы, которые бы отражали вот этот порядок. Вот, это первый момент. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы фактически, поскольку эти документы, они являются уже элементом, составляющей регламента информационного взаимодействия. Как раз это то, что от нас требуется и в соответствии с налоговым кодексом, и в соответствии с приказом ФНС. Как раз порядок отражения доходов, расходов, иных объектов налогообложения, порядок раскрытия показателей налоговой отчетности. То есть, это как раз вот они, эти формализованные документы. Они как раз пойдут и в виде приложений к регламенту информационного взаимодействия. Это первый момент. Второй момент. Уровень автоматизации системы налогового учета. Насколько у вас автоматизированы регистры по налогу на прибыль или регистры по НДС, может быть, допустим, рассчитываются критерии 5%, применяется раздельный учет, а регистры эти ведутся вручную. То есть, это уже недостаточный уровень автоматизации. Насколько автоматизирована заполняется декларация, прежде всего по налогу на прибыль, либо какие-то отдельные моменты заполняются вручную. Существуют ли расшифровки для регистров и деклараций. Опять же, роль автоматизации в процессе перехода на налоговый мониторинг, она уже значительно повышается. И далее, как мы будем рассматривать концепцию и законопроект, который сейчас рассматривается в Госдуме, мы только сможем видеть, что роль автоматизации, она еще и будет возрастать в дальнейшем. Поэтому, так сказать, от этого никуда не деться. Далее, что касается системы внутреннего контроля и системы управления рисками, насколько развита и насколько описана, формализована вот эта составляющая, насколько есть документы касательно СВК. Опять же, по практике зачастую приходится сталкиваться с тем, что у предприятия есть положение, приказы по СВК, но касательно бизнес-составляющей, касательно производственной деятельности, либо там отражены моменты, связанные с антикоррупционной составляющей. Это все, конечно, тоже очень важно, но с точки зрения налогового мониторинга упор делается именно на учетные бизнес-процессы, связанные с введением бухгалтерского и налогового учета. Как раз это именно то, что будет требовать налоговый орган, говоря об информации о системе внутреннего контроля. Далее. Такой момент. Допустим, налоговые регистры автоматизированы, налоговая декларация тоже автоматизирована, а есть ли у предприятия системы взаимоувязок между регистрами, между регистром и декларацией, может быть, между декларацией и учетными данными, это для НДС прежде всего актуально. И, кроме того, также могут быть и взаимоувязки между декларациями и бухгалтерской отчетностью. И если там по многим параметрам где-то несоответствие, то эти несоответствия, они, в принципе, объяснимы. И уже может быть какая-то наработка, рыба, так сказать, которая объясняет эти нестыковки, эти несоответствия между налоговыми декларациями и бухгалтерской отчетностью. Причем в последнее время налоговый орган любит запрашивать у предприятий пояснения с точки зрения того, чтобы объяснили им вот эти несоответствия между бухгалтерскими и налоговыми данными. Вот. Зачем нужны вот эти вот все взаимоувязки? Ну, по большому счету, эти взаимоувязки – это уже прообраз тех контрольных процедур по налогам, которые, опять же, пойдут в перечень контрольных процедур в информации по СВК, и, кроме того, их в дальнейшем целесообразно автоматизировать в информационной системе предприятия. Опять же, роль автоматизации, она многократно повышается в данном случае. Вот. И последний момент, вот как раз пятый пункт, который хотелось бы отметить, вы видите на слайде, это как раз автоматизация контрольных процедур, создание автоматизированной системы контрольных отчетов по системе налогового контроля. Прежде всего, по налоговым контролям это реализуется. Отчеты со светофорами, я полагаю, уже слышали такой термин, он сейчас активно используется. Собственно, это и есть визуализация и, так сказать, автоматизация контрольных процедур по налогам. Что при переходе на налоговый мониторинг и в дальнейшем, уже при развитии системы налогового мониторинга, при развитии взаимодействия с налоговым органом, роль этой функции будет только повышаться, поскольку налоговый орган планирует в скором времени для предприятий, которые перейдут на налоговый мониторинг, внедрять свои автоматические контроли, то есть подгружать их в вашу информационную систему. Об этом тоже мы чуть попозже поговорим, когда речь зайдет о концепции дальнейшего развития налогового мониторинга. Собственно, подведу итог по этим всем вопросам. Почему это так важно? Потому что, по большому счету, наличие всех вот этих вот документов и наличие автоматизированных решений, оно уже является, во-первых, и существенной частью с точки зрения наполнения документов, формальных документов, необходимых для перехода на налоговый мониторинг. Это регламент информационного взаимодействия, информация об СВК, ну и в дальнейшем, с точки зрения взаимодействия с налоговым органом, это становится, ну, просто уже, так сказать, незаменимым фактором. Далее, что предлагаем мы для наших клиентов, которые планируют переход на режим налогового мониторинга? Ну, прежде всего, начну с такого момента, так сказать, короткий этап, но очень важный. Это экспресс-диагностика. Я на этот слайд еще в дальнейшем вернусь, сейчас поговорим об экспресс-диагностике. Значит, экспресс-диагностика – это предварительная экспресс-диагностика. Занимает она небольшое количество времени, всего один рабочий день, проводится бесплатно, но имеет для оценки уровня, так сказать, предприятия, уровня формализации всех процессов, связанных с переходом налогового мониторинга, существенное очень значение. Значит, по большому счету, может проводиться как очно, так и заочно, удаленно. У нас есть опыт и такой, и такой. Вот. Если очно, то специалисты экспертизы приезжают к вам на предприятие, знакомятся с вашей автоматизированной системой, знакомятся с вашими налоговыми регистрами, со всеми методологическими документами, которые у вас на предприятии разработаны и внедрены, проводят интервью с причастными специалистами и, собственно, по итогам вот этого рабочего дня составляет специальную таблицу, отчет, в котором отражается текущее состояние по всем вот этим вот параметрам, да, с точки зрения регистров, с точки зрения автоматизации налоговой отчетности, с точки зрения порядка ведения налогового учета в системе, например, да, если у компании система 1С, то применяется ли, используются ли показатели учета НУ, ПР, ВР, потому что у кого-то, ну, они просто не применяются, ведут бухгалтерский учет и все, а налоговый учет ведется в Excel, но здесь нельзя говорить, конечно, об автоматизации в таком случае. Вот, если удаленно, то, опять же, документы по почте электронной пересылаются, вот, а к системе предоставляется удаленный доступ. Интервью с представителями бухгалтерской службы либо с главным бухгалтером компании может быть проведено по телефону, по скайпу, по зуму, то есть здесь возможны все варианты, особенно в текущих условиях, то есть можно по-любому провести эту диагностику. Если у вас есть договорные взаимоотношения с компанией Финэкспертиза, то, собственно, уже проводим эту диагностику, здесь не требуется подписание дополнительного соглашения о конфиденциальности. Если договорных отношений пока нет, то, собственно, подписывается предварительно соглашение о конфиденциальности и все, мы обязуемся не разглашать информацию о вашей компании, о вашей работе. И по итогам вот этой экспресс-диагностики, значит, составляется отчет, который подробно представляется предприятию, представляется представителем предприятия, и в нем указывается, помимо того, что текущее состояние, то еще отражаются те документы, которые необходимы для разработки, для внедрения. То есть, если, допустим, нужны документы по СВК, то указывается, какие документы необходимы для того, чтобы разработать и внедрить на предприятие с целью перехода на режим налогового мониторинга. Вот. По итогам экспресс-диагностики, ну, как правило, предприятие интересует уже дальнейший план проекта, коммерческое предложение, в котором будет отражены и перечень необходимой документации, перечень, может быть, решений по автоматизации, которые также необходимы, сроки указаны и бюджет проекта. Вот. Таким образом, вот он, итог этой экспресс-диагностики, уже конкретный пошаговый план проекта с календарным графиком, с перечнем всей необходимой информации. Далее. Если уже предприятие разрабатывает непосредственно методологическую документацию для перехода на налоговый мониторинг, то первый пункт, можете видеть на слайде, речь сначала идет о совершенствовании методологической документации для ведения налогового учета и формирования налоговой отчетности. Поскольку при налоговом мониторинге, как я уже говорил, речь о автоматизации значительно возрастает, то в данном случае необходимо прежде всего разработка либо актуализации, либо просто формализации. Здесь уже зависит от ситуации в компании. Таких документов, как альбом форм налоговых регистров, алгоритмы составления этих регистров, алгоритмы или методики автоматического заполнения форм налоговой отчетности. То есть уже все документы, которые составляют базу для автоматизации налогового учета в компании и формирования налоговой отчетности. Плюс отражается взаимосвязи, логические, так называемые уже контроли, налоговые контроли между показателями налоговых регистров и показателями деклараций. Здесь возможны различные варианты взаимосвязи, как то между сводными аналитическими регистрами, между регистрами и декларациями, внутри деклараций тоже есть взаимосвязи. То есть здесь уже разрабатывается, так сказать, перечень налоговых контрольных процедур по большому счету. Ну и степень проработки она зависит уже от уровня готовности предприятия на текущий момент, что оценивается на этапе экспресс-диагностики. Далее, то же самое во втором пункте отражены документы по системе внутреннего контроля. То же самое касается и системы внутреннего контроля. Опять же, степень разработки документов зависит от вашего текущего уровня. Например, в каком-то случае необходимо полное создание с нуля этих документов по СВК. В каком-то случае нужна актуализация. Где-то, может быть, надо собрать воедино, сделать какую-то компиляцию из различных документов, из различных файлов. То есть все очень индивидуально. Но по итогу на выходе для цели перехода на налогомониторинг мы должны получить следующие документы. Во-первых, это положение о СВК и о системе управления рисками. Буду кратко говорить об СВК, говоря об данной системе. Прежде всего, хотелось бы отметить, что это делается с точки зрения налогового мониторинга. Данное положение об СВК будет заточено, так сказать, на учетные бизнес-процессы касательно ведения бухгалтерского учета и исчислений и уплаты налогов в компании. То есть как раз все то, что требуется для налогового мониторинга. Второй важный документ, по сути, это приложение к документу положения об СВК. Это перечень рисков, идентифицируемых для цели налогового мониторинга. Это все уже в соответствии с требованиями ФНС, отраженными в приказе ФНС, которые устанавливают требования к документам по системе внутреннего контроля. Третий документ – это свод контрольных процедур. Опять же, в соответствии с требованиями налогового мониторинга, он связан с документом перечень рисков. По сути, как раз контрольные процедуры – это те процедуры, которые направлены на исключение и на минимизацию идентифицируемых рисков с точки зрения налогового мониторинга. И документ, который увязывает риски и контрольные процедуры – это матрица рисков и контрольных процедур. И пятый пункт здесь – это формы контрольных отчетов со светофорами, вы можете видеть. То есть это как раз документ, который является основанием для автоматизации контрольных процедур. Отрисовываются даже, так сказать, формы этих контрольных отчетов и прописываются, регламентируется порядок их автоматического составления. Мы настоятельно рекомендуем контрольные процедуры автоматизировать, поскольку роль их только возрастает, как я это сказал, и в дальнейшем уже, когда будем рассматривать концепцию, мы поймем, зачем, почему это так необходимо. И как это связано с тем, что у налогового органа тоже в скором времени появятся свои контрольные процедуры, которые они будут подгружать в информационную систему компании при проведении налогового мониторинга. Это основные документы, которые подготавливаются в рамках актуализации системы внутреннего контроля. Ну и затем, после того, как мы методологическую документацию по автоматизации налогового учета и отчетности подготовили документы по системе внутреннего контроля, остается уже подготовить документы, которые необходимы формально для перехода на режим налогового мониторинга. Это регламент информационного взаимодействия, то есть это важный документ, который определяет как раз порядок вашего взаимодействия с налоговым органом в рамках налогового мониторинга. И документ информации о системе внутреннего контроля и системе управления рисками. Эти документы как раз они содержат приложения в виде, вот как раз здесь потребуются и алгоритмы заполнения регистров, алгоритмы заполнения налоговой отчетности, альбомы налоговых регистров. Это все раскрытие вашего порядка ведения налогового учета и формирования налоговой отчетности. Это приложение к регламенту информационного взаимодействия. А ранее разработанные документы, перечень рисков, свод контрольных процедур, матрицы рисков, это уже приложения пойдут к информации о системе внутреннего контроля. То есть если на первом и втором этапе мы поработали и создали эти документы, то при разработке регламента информационного взаимодействия и информации об СВК мы просто эти документы добавим как приложение. И останется разработать только базовую часть регламента и информации, и документы для передачи налоговому органу уже готовы. И отдельно хотелось бы опять же рассказать о сопровождении предприятия при взаимодействии с налоговым органом, при вступлении в налоговый мониторинг. Сопровождение в нашей практике бывает двух видов. Первый вариант сопровождения – это когда в процессе перехода, в процессе подготовки документов, мы вместе с предприятием общаемся с представителями налоговых органов, ходим на встречи, готовим презентации, участвуем в обсуждении всех документов. Это первый вариант. И второй вариант – это консультирование и сопровождение заказчика уже после начала налогового мониторинга. Может проводиться в течение периода различные варианты, здесь три месяца, шесть месяцев, год после перехода на налоговый мониторинг. Здесь уже непосредственно касается наше сопровождение процедурам, всем связанным с взаимодействием с налоговым органом, касательно также процедур, связанных с запросом мотивированного мнения, обсуждения этого мотивированного мнения налогового органа. То есть уже все то, что возникает после начала действия налогового мониторинга на предприятии. И далее касательно как раз вашего взаимодействия с налоговым органом при переходе на налоговый мониторинг, при подготовке к переходу на налоговый мониторинг, здесь важным документом, наверное, даже основополагающим документом является дорожная карта по переходу на налоговый мониторинг. Собственно, исходя из практики, для того, чтобы перейти на налоговый мониторинг, прежде всего необходимо установить какое-то взаимодействие, контакт со своим налоговым органом. И, как правило, первым шагом налоговый орган приглашает главного бухгалтера, генерального директора, представителей компаний на встречу, на совещании к налоговому органу, где обсуждаются все моменты, связанные с переходом в налоговый мониторинг. Сразу отмечу, что в этом году, в последнее время, налоговый орган относится очень лояльно к налогоплательщикам, достаточно охотно принимает налоговый мониторинг, а не согласны даже принять компанию в налоговый мониторинг. Например, при условии, даже в нашей практике было, что вот в этом году был срок 1 сентября, его сдвинули с 1 июня в связи с известными событиями. И компания, которая 1 сентября обратилась в налоговый орган с целью перейти в налоговый мониторинг, она была приглашена налоговым органом, и налоговый орган был готов взаимодействовать с этим предприятием, с данным налогоплательщиком. То есть они готовы были к тому, что компания за месяц разработает все необходимые документы и создаст уже условия для информационного взаимодействия. То есть это подчеркивает то, насколько сейчас охотно берут в налоговый мониторинг, насколько сами налоговые органы в этом заинтересованы. Ну и важный документ, основополагающий, как я уже сказал, при взаимодействии с налоговым органом, который, ну как правило, они сами уже в виде формата Word или Excel представят, и можно будет, конечно, обсудить, что-то согласовать, это дорожная карта по переходу на налоговый мониторинг. Ну в документе он в виде таблицы, сам из себя представляет, в нем указаны мероприятия с точки зрения перехода на налоговый мониторинг, и указаны сроки для каждого из этих мероприятий. Ну, значит, ну, во-первых, что вот основные моменты, которые будут в дорожной карте, это подготовка регламента информационного взаимодействия. Налоговый орган предлагает по главам его готовить, глава первая, глава вторая, глава третья, и представлять по главам проект этого документа. Далее, будет в дорожной карте отражены сроки проведения рабочих встреч, презентации, обсуждений, опять же, по каждой главе регламента информационного взаимодействия. С точки зрения документов, которые регламентирует СВК при переходе налоговый мониторинг, то, опять же, по каждому отдельному документу предлагаются сроки его представления для обсуждения с налоговым органом. То есть, по сути, сначала проект информации об СВК, проект перечни рисков, перечни контрольных процедур, затем назначается дата презентации обсуждения, а уже потом готовится итоговая версия. И, кроме того, важным моментом будет эта демонстрация и тестирование с налоговым органом механизма информационного взаимодействия. То есть, это уже тестирование доступа к витрине данных или доступа онлайн к информационной системе предприятия. Выбор уже в данном случае зависит от самого предприятия, какой порядок информационного взаимодействия будет применяться. Либо витрина, либо онлайн доступ. Это уже предприятие само выбирает, но с налоговым органом проводится тестирование, с налоговым органом обсуждается механизм, обсуждается все программные составляющие, так сказать, этого взаимодействия. Все это прорабатывается на этапе как раз перехода и отражается в дорожной карте. Ну и как финал, финализирующий пункт дорожной карты, это уже представление итоговых версий документов для вступления в налоговый мониторинг. Ну, срок зависит, который налоговый орган вам установит, от того, когда начали взаимодействовать. То есть, если уже непосредственно сроки поджимают, то они, допустим, укажут срок 1 июня. Может быть и раньше, и в мае, в зависимости от того, когда обратились. Вот. Далее несколько слов об автоматизации процессов при переходе на логовый мониторинг. Ну, сразу скажу, что об этом, об автоматизации, далее подробно расскажут коллеги из внедренческого центра «Раздоли». Я расскажу лишь об основных моментах, которые касаются автоматизации, и как они связаны как раз с той методологией, которая разрабатывается. Ну, прежде всего, что касается методологии, связанной с доработкой системы налоговых регистров и системы формирования налоговой отчетности, то вся вот эта методология, она подлежит реализации в автоматизированной системе. И здесь как раз нужен разработчик, который все это положит в информационную систему, который все это алгоритмизирует, напишет соответствующие программные коды. Вот. И также это касается и системы внутреннего контроля. Опять же, если предполагается автоматизация контрольных процедур, форм контрольных отчетов, то, опять же, необходим разработчик, который эти контрольные отчеты со светофорами реализуют в вашей автоматизированной системе. Но более подробно об этом, как и о порядке взаимодействия с налоговым органом в виде витрины, либо в виде представления удаленного доступа, уже далее расскажут специалисты внедренческого центра раздолья. Я лишь сейчас подведу итог. Вернемся на слайд, где как раз отражены документы, отражен перечень работ методологических при переходе налогомониторинг. Как раз еще раз перечислю по пункту, что необходимо. Это первая экспресс-диагностика. Это предварительный момент. Он занимает недолго, всего лишь рабочий день, но позволяет достаточно полно и достаточно объективно оценить степень готовности предприятия для перехода на налоговый мониторинг. Далее, второй блок работ – это методология, связанная с автоматизацией налогового учета и формированием налоговой отчетности. Вся методология как раз разрабатывается и готовится для того, чтобы ее реализовать в автоматизированной системе с одной стороны, а с другой стороны, эта методология должна соответствовать тем требованиям, тем условиям, чтобы ее уже положить в качестве приложения или в качестве отдельного какого-то элемента, раздела, регламента информационного взаимодействия. То есть она выполняет такую двоякую роль. То же самое касается и системы внутреннего контроля. С одной стороны, разрабатываются документы для предприятия, которые регламентируют действия системы внутреннего контроля и автоматизацию всех необходимых контрольных процедур. А с другой стороны, эти разработанные документы, они будут являться приложением к информации об СВК, которое передается в налоговый орган при переходе на налоговый мониторинг. Четвертый момент – это подготовка уже как раз пакета документов для перехода на налоговый мониторинг, регламент информационного взаимодействия, информация об СВК. Все это согласно требованиям ФНС. И пятый момент, который необходимо реализовать, это очень важно как раз, это доступ налогового органа к витрине данных либо онлайн доступа к информационной системе. Здесь уже необходимо плотное взаимодействие с IT-специалистами, с внедренцами, кто это реализует, потому что в отдельных случаях, если речь идет о витрине, то часто клиенты обращаются с таким запросом, что необходима интеграция с их рабочей информационной системой, в которой у них ведется бухгалтерский и налоговый учет. Опять же, здесь просто не обойтись без IT-специалистов. Ну и то, что сопровождает весь этот момент, это взаимодействие с консультантом в рамках консультирования и сопровождения компаний. То есть все это в течение всего проекта как раз необходимо сопровождение для взаимодействия с налоговым органом. Вот основные моменты, которые мы предлагаем, которые, так сказать, составляют залог, наверное, успешного и, так сказать, безболезненного перехода на налоговый мониторинг. Далее хотелось бы рассказать о тех законодательных и вообще нормативно-правовых новшествах, которые вот в этом году и вот этой осенью уже актуальны с точки зрения перехода и внедрения налогового мониторинга. Ну, прежде всего, остановлюсь на таком важном и основополагающем документе, как концепция развития налогового мониторинга. Он был, этот документ, утвержден распоряжением правительства в феврале этого года, вот, и он определяет, ну, прежде всего, основные направления развития налогового мониторинга в России. Здесь, ну, на слайде можно видеть, остановлюсь на основных моментах, которые вот наиболее, так сказать, мне вот кажутся интересными. Ну, предлагается, да, добровольное соблюдение налогового законодательства со стороны налогоплательщиков с одновременным отказом от налоговых проверок со стороны государства. То есть предлагается перейти в формат вот такого взаимовыгодного сотрудничества государства и налогового органа. Это, ну, основная цель, по большому счету, налогового мониторинга. Далее, в концепции всячески, так сказать, продвигается расширенный вариант информационного взаимодействия в виде доступа налоговых органов к информационным системам в режиме реального времени. Это важный момент. Он красной нитью, так сказать, проходит через всю концепцию развития налогового мониторинга. Кроме того, предлагается развитие риск-ориентированного подхода и риски, которые есть на предприятии, связанные с введением учета, с учетными бизнес-процессами. Предполагается совместная оценка этих рисков налогоплательщикам и налоговым органам. И как раз здесь взаимосвязан механизм согласования налоговым органам налоговой базы. То есть это все в рамках мотивированного мнения налогового органа происходит, когда по каким-то спорным моментам предприятие обращается в налоговый орган и уже происходит взаимная, так сказать, оценка вот этого бизнес-процесса, вот этой вот ситуации хозяйственной. И налоговый орган на основании этого уже планирует согласовывать налоговую базу вместе с предприятием. Ну, при их взаимодействии. И еще один важный момент, который, опять же, в числе основных направлений в концепции прописан, это возможность удаленного запуска программ автоматического контроля в информационных базах налогоплательщиков. Это как раз то, о чем я говорил, когда рассказывал о системе контрольных процедур, о контрольных отчетах, о том, что налоговый орган планирует и в дальнейшем это, я так полагаю, будет несомненно реализовано, разрабатывать свои программы автоматического контроля, которые будут удаленно в режиме онлайн включаться, подгружаться к информационной системе налогоплательщика и будут проводиться таким образом контрольные процедуры. Но будут проводиться они в данном случае именно налоговым органам. Далее, как раз, говоря об автоматизации, которая предполагается и которая закладывается в систему налогового мониторинга, в развитии налогового мониторинга, что мы можем видеть в концепции? Что прежде всего предлагается автоматическое формирование налоговых деклараций, налоговых регистров, реестров документов в информационных системах. То есть это как раз все то, что вот сейчас это в виде концепции, но в скором времени, как реализация этой концепции, там же, опять же, указано в числе мероприятий, предполагается, что налоговые ФНС готовят сейчас требования, единые требования к автоматизации всех вот этих процедур, которые должны проводиться в информационных системах. То есть роль автоматизации, как мы видим, она значительно и несомненно возрастает. И она будет только возрастать, потому что будут утверждены соответствующие приказы ФНС, соответствующие требования, и весь налоговый мониторинг, он уже будет, так сказать, проходить под эгидой полной автоматизации. Вот, то есть, ну, как я уже сказал, помимо автоматического формирования декларации и регистров налоговых, опять же, налоговый орган будет требовать расшифровки показателей налоговых деклараций и регистров налогового учета, последовательный переход от показателей налоговой отчетности к показателям налоговых регистров и вплоть до операции транзакции, то есть до документа системы. И плюс к этому, следующим пунктом мы видим наличие ссылок на первичные документы. То есть здесь уже речь идет об электронном документообороте, об электронном архиве первичных документов, которые должны быть подгружены в информационную систему, либо ссылки на скан-образы этих электронных документов, в том числе и договорная документация, для того, чтобы налоговый орган мог визуализировать, просматривать все эти документы в режиме реального времени. И последний пункт, вы можете видеть на слайде, это как раз автоматическое выполнение контролей в режиме реального времени. О каких контролях здесь идет речь? Во-первых, конечно же, это те контроли, которые налоговый орган планирует подгружать в информационную систему компаний и в режиме реального времени проводить свои контрольные процедуры. Но также здесь идет речь и о контрольных процедурах, которые само предприятие реализовало и автоматизировало в своей информационной системе. Почему, на наш взгляд, важна именно самостоятельная реализация контрольных процедур? Ну потому что, если налоговый орган подгрузит свои контрольные процедуры, то вот он их сформировал, и нужно, допустим, если с чем-то не согласны, нужно предъявить контраргументы, нужно поспорить. Если у вас нет контрольных процедур, то предъявлять особо и нечего. А если у вас есть свои контрольные процедуры, которые вы выверили, разработали методологически и затем уже реализовали в своей системе, как контрольные отчеты, это тот контраргумент, который вы всегда можете предъявить в случае несогласия с налоговым органом. Поэтому здесь уже значение этих контрольных процедур возрастает. Вот, собственно, исходя из вот этих вот всех положений, концепций, которые вот сейчас мы можем видеть, собственно, можно говорить, что вот та автоматизация, которую мы на этапе разработки наших технологических документов предлагаем, да, и автоматизация полностью налогового учета и регистров, и контрольных процедур, она не может быть излишней, потому что это все, вот оно придет в концепции горизонт планирования, когда они там оценивают количество предприятий, которые будут в налогомониторинге, там говорится о 22-24 годах, то есть это не через 10 лет, это вот уже 2-3-4 года, и все эти требования будут утверждены, и это на практике будет применяться. Поэтому роль автоматизации переоценить в данном случае, ну, наверное, сложно. Теперь несколько слов о том текущем законопроекте, который сейчас в Госдуме уже готовится к первому чтению, все согласовательные процедуры он прошел, ну, законопроект Минфина, скорее всего, он будет достаточно оперативно принят, возможно, даже в эту осеннюю сессию. Ну, пока основная цель этого законопроекта, это прежде всего, конечно, повышение доступности налогового мониторинга и расширение количества участников налогового мониторинга. Ну, каким образом это делается? Ну, прежде всего, конечно, снижают пороги. С точки зрения совокупной суммы налогов мы можем видеть, что порог снижается с 300 до 100 миллионов рублей, плюс к этому печень налогов, которые в этом совокупном расчете участвуют, у нас расширяется на НДФЛ и страховые взносы, то есть этот критерий, так сказать, становится более уже преодолимым. Объем доходов по бухгалтерской отчетности снижается с 3 до 1 миллиарда рублей, и стоимость активов предприятий по бухгалтерскому балансу также снижается с 3 до 1 миллиарда рублей. То есть, таким образом, вот с помощью вот этих вот нехитрых мероприятий уже законодатель планирует снизить существенно порог для вступления в налоговый мониторинг, таким образом расширить, так сказать, круг его участников, причем значительно расширить. Вот. Ну, также в этом законопроекте есть и достаточно много и процедурных нововведений с точки зрения и проведения налоговых проверок, с точки зрения запроса мотивированного мнения. Вот я сейчас не буду уже детально об этом останавливаться. Вот есть номер законопроекта, собственно, и на сайте Госдумы, и в интернете. Вы можете с ним ознакомиться, там, собственно, все это написано. Вот, кроме того, вот в законопроекте также расширяется, так сказать, значение, расширяется уже, ну да, значимость, скажем так, онлайн взаимодействия с налоговыми органами, да, доступа в информационную систему. Ну, во-первых, об этом уже больше пунктов, да, гораздо более подробно регламентируется документация, которая готовится налогоплательщикам при вступлении в налоговый орган, да, по сравнению с действующей редакцией. То есть там гораздо, ну, уже больше пунктов по регламенту информационного взаимодействия мы можем видеть. Вот, и кроме того, что если вот и сейчас, и пока вот в первой версии законопроекта, как порядок взаимодействия с налоговым органом, рассматривается возможность передачи документов по телекоммуляционным каналам связи, вот, но в то же время в законопроекте в переходных положениях, в той статье, где прописаны сроки вступления в силу, переходные, вот эти все моменты, там указано, что порядок взаимодействия через ТКС действует, ну, по сути, только до 2024 года. То есть вот этот, так сказать, промежуточный вариант взаимодействия, он отменяется в перспективе и остается только взаимодействие путем доступа налогового органа к информационной системе. Ну, здесь уже возможны варианты, либо это будет витрина данных, либо уже непосредственный доступ в информационную базу, но вот такой способ взаимодействия через ТКС, присылать какие-то документы, его уже в скором времени просто отменить. Вот, и последний документ, это уже письмо ФНС, он достаточно новый, вот 31 августа 2020 года, который появился, в него уже успели внести изменения в сентябре 2020 года, 30 сентября. Вот, называется он «О возможности представления заявления о проведении налогового мониторинга и приложении к нему в электронной форме под ТКС». Вот, ну, можно подумать сначала, что там речь идет о форматах электронных документов, да, которые мы подаем при вступлении в налоговый мониторинг, но на самом деле это далеко не совсем так. Если детально ознакомиться с документом, то можно видеть, что вот в этом письме отражены новые рекомендуемые формы, в том числе регламент информационного взаимодействия, табличная форма учетной политики для цель налогового вложения, и которые тоже в числе пакета документов подается при переходе на налоговый мониторинг, табличная форма информации об СВК. То есть все эти документы, они новые, разработанные в ФНС, они пока носят рекомендательный характер, потому что вот эти основные приказы, на которые у нас ссылается налоговый кодекс, их пока еще никто не отменил. И вот это письмо, оно, конечно, не может быть выше приказа ФНС, это просто письмо, это пока рекомендация, но я полагаю, это как раз те документы, которые налоговый орган будет настоятельно рекомендовать готовить, вот уже начиная с текущего момента, они будут предлагать на них ориентироваться. Что там можно видеть? Во-первых, по регламенту информационного взаимодействия, там несколько новых требований к содержанию, которые гораздо больше уже основываются на взаимодействии с точки зрения информационных систем, в качестве приложений, таблиц, там есть специальные таблицы по описанию этих информационных систем, о регламентации порядки доступа, то есть в какое время, когда проводится синхронизация, актуализация систем, все это должно быть расписано в рамках подготовки регламента информационного взаимодействия. Все, что касается учетных записей, все функциональные возможности информационных систем, и в которые ведется учет, и информационные системы СВК, если такова есть, структур раскрытия показателей налоговой отчетности, то есть там предусмотрена достаточно подробная таблица, то есть налоговый орган уже целенаправленно и твердо стоит на пути автоматизации и на пути, так сказать, уже не просто описать в абзацах словами, а именно в форме, так сказать, уже, наверное, к искусственному интеллекту уже в этом направлении движется, то есть уже максимальная регламентация с точки зрения информатизации, чтобы была. Вот, и предлагаемая форма учетной политики, ее можно видеть, она тоже там в виде таблицы. Вот, то есть, собственно, вот они документы, которые пока постепенно вводятся, но в дальнейшем уже планируется, что максимально будет все автоматизировано, и к цифровизации мы идем в рамках налогового мониторинга. Ну, и форматы всех документов для представления в электронном виде, они тоже, конечно, в этом письме есть. Собственно, налоговый орган уже, опять же, предлагает ориентироваться на передачу документов в электронный форум. Вот, собственно, наверное, все. Подводя итог, хочу сказать, что автоматизация для перехода налогового мониторинга, ну, наверное, это тот пункт, тот момент, который сейчас, ну, уже, как мы можем видеть, и с точки зрения концепции, и с точки зрения вот этих вот уже писем ФНС сейчас приобретает, ну, просто, наверное, основное, основополагающее значение. Ну, и далее уже как раз коллеги из внедренческого центра раздолье уже более подробно как раз на теме автоматизации остановятся. Спасибо за внимание. Павел, у нас вопрос еще есть один, пожалуйста, ответите на вопрос. Погружусь в чат. Нет, там в рубрике «Вопросы-ответы» есть вопрос. Да, вот вопрос как раз просит коллеги пояснить тему рисков, идентифицированных в рамках налогового мониторинга, да, риски компаний, связанные с налоговым бухгалтерским учетом. Ну, собственно, откуда такое мнение? Потому что если посмотреть даже приказ ФНС, в котором регламентируются требования к системе внутреннего контроля, там прежде всего указано, что это система внутреннего контроля за фактами хозяйственной жизни, за порядком исчислений и уплаты налогов. А все, что касается фактов хозяйственной жизни, это у нас объект бухгалтерского учета в соответствии с законом бухгалтерского учета. Собственно, вот они, пересечения эти терминологии. Поэтому, исходя из того, что регламентировано в ФНС в приказе, в требованиях информации об СВК, в требованиях к СВК, можно говорить, что как раз прежде всего ФНС хочет видеть контрольные процедуры, систему внутреннего контроля, связанную с учетными бизнес-процессами. Бухгалтерский и налоговый учет, исходя из терминологии, ну и исходя из практики, конечно, коллеги, потому что, собственно, вот примеры конкретных рисков, которые… Ну, здесь, конечно, рисков достаточно много, их там и 100, и 200, и 300, связанных с учетом. Вот, ну, прежде всего, это и общие какие-то риски, да, там методологического характера, связанные с учетом, там риски, связанные с изменениями законодательства. Это такой вот базовый раздел по… ну, вот в этом перечне рисков. Далее, по каждому участку учета прописываются риски, допустим, связанные с учетом основных средств, с учетом ТМЦ, с учетом движения денежных средств, финансовых вложений. То есть там, опять же, много рисков. Это уже конкретно изучается бизнес-предприятие, какие риски для него актуальны, какие участки учета для него наиболее актуальны и, ну, более, имеет такое, так сказать, значение уже наибольшее. Кроме того, все риски, связанные с искажением налоговых регистров, налоговых деклараций. Вот, это как раз все те риски, которые покрываются налоговыми контрольными процедурами. Потому что контрольные процедуры в виде соотношения между показателем регистров и деклараций – это как раз те контрольные процедуры, которые покрывают вот эти риски искажения налоговой отчетности. Кроме того, риски, связанные с уплатой налогов, риски, связанные с первичной учетной документацией. Ну, собственно, тут достаточно много вариантов этих рисков. Ну, вот те документы, которые в нашей практике, и, собственно, и мы готовили, и которые мы видели, общались. Там и 10, и 15 разделов вот по этим рискам, и это только учетный бизнес-процесс. Павел, еще один вопрос в чате появился. Обязательно ли заполнять данные в структуре раскрытия показателей налоговой отчетности в части регистров бухгалтерского учета и налогового учета? Ну, да, таковы требования ФНС, чтобы была раскрыта структура налоговой отчетности. С точки зрения налогового учета, по большому счету, это расшифровка каждого показателя декларации. Они могут быть совершенно разных вариантов. Может быть, расшифровка налоговой декларации в виде ссылок на обороты по счетам налогового учета, если это, допустим, 1С. Либо это может быть детализация в таком виде, что налоговая декларация, налоговый регистр, который подтверждает этот показатель декларации, и далее уже проваливаемся до транзакции. Конечно, это тоже вариант, который налоговый орган в скором времени будет требовать, как мы в концепции с вами видели. Но с точки зрения регистра бухгалтерского учета, здесь, наверное, несколько проще, потому что здесь мы завязываемся на счета бухгалтерского учета, на аналитике бухгалтерского учета. Здесь такой способ раскрытия информации. В каких случаях и регистры бухгалтерского учета могут раскрывать и налоговую отчетность, такое тоже по отдельным показателям может быть. То есть здесь, опять же, надо смотреть, какая информационная система, какая информационная система, и, собственно, что актуально для данного предприятия, какие регистры, как ведется учет. Здесь возможный вариант. Павел, еще вопрос в чате, и давайте отвечаем и передаем дальше слово следующему нашему спикеру. Насчет проваливания налоговой, да, коллеги. Конечно, в концепции, поскольку это прописано, и насколько мы понимаем и видим, что налоговые органы, Минфин, ФНС, они последовательно будут двигаться как раз в рамках того, что написано в концепции. И так или иначе, но это просто вопрос времени, я думаю, там 2-3-4 года максимум, и как раз при переходе налогового мониторинга будет требовать обязательную расшифровку вплоть до первичных документов с прикреплением вот этих скан-образов, чтобы для налогового органа было максимально удобно проводить налоговый мониторинг, и все было прозрачно. Павел, спасибо большое. Коллеги, если будут еще вопросы, вы обязательно пишите, в том числе и вопросы к Павлу, и мы обязательно по итогам нашего вебинара обязательно на эти вопросы вам ответим. А сейчас представляете слово коллегам из Раздолья. Вера, пожалуйста, вам слово. Да, здравствуйте, коллеги. Так, сейчас смотрю. Видно презентацию, да? Смотрите, цель, я сегодня расскажу о том, как налоговый мониторинг реализован в решениях фирмы 1С, в каких, что там представлено, и что вы получите, когда купите программу, которую включаете налоговый мониторинг, что вы там увидите, и как ее настроили, и как она работала для взаимодействия с налоговым органом. Расскажу кратко о нас. То есть Миндереческий центр Раздолья является лидером по автоматизации промышленных предприятий. То есть наши проекты являются регулярно, становятся победителями конкурса, который проводится фирмой 1С по проекту года. Вот наш там последний из тех, что мы выиграли, это крупный проект по внедрению регламентированного учета на Леонидовском электромеханическом заводе. И, соответственно, мы специализируемся в основном именно на автоматизации регламентированного учета. Сейчас мы начинаем дополнительно несколько проектов по автоматизации налогового мониторинга, потому что эта тема для нас очень интересна. Соответственно, давайте я расскажу, потому что не все понимают, что такое витрина, из чего она стоит, и что будет видеть налоговый инспектор. То есть задача моего доклада именно объяснить, что налоговый инспектор будет видеть, когда будет работать с вашей информационной системой. Витрина состоит из нескольких частей. Вот если там смотрите, первые два пункта, регламентированная отчетность, набор отчетов для расшифровки, это та часть, которая является типовой для 1С. То есть вот, например, если у вас там вы работаете в бухгалтерии, у вас сейчас уже регламентированная отчетность с расшифровками, налоговый регистр, экспресс-проверки, ведение учета и так далее, они у вас уже есть. Если вы установите витрину, она вам вот в этой части ничего не добавит. То есть вот витрина в себе, то, что она вам добавит, это рабочий кабинет инспектора, запросную систему и вот систему взаимодействия с налоговым органом. А вот эти вот первые две части, это именно отчетность и расшифровка регламентированной отчетности. Это то, что останется, как у вас сейчас есть, в конфигурации, в которой вы работаете в 1С. Могут люди работать на 1С Европе, могут работать на 1С Бухгалтерии. Вот сейчас все регистры, они у вас как были, так и останутся. Соответственно, если там смотреть рекоментированную отчетность, вот эта функция, она появилась во всех решениях не так давно, сравнительно недавно, но сейчас она есть. То, что это обязательные требования, то есть мы должны хранить историю по декларации, мы должны иметь возможность их сравнивать, мы должны иметь возможность их расшифровывать. Это сейчас во все типовые решения фирмы 1С, которая поддерживает регламентированную отчетность, входит, и она, соответственно, удовлетворяет требования в налоговой. То есть мы можем взять декларацию, мы можем ее выбрать, мы можем сравнить две декларации, они нам выдаст разницу между ней. Соответственно, мы можем проследить историю, кто в эту декларацию что вносил, какие изменения, в какую ячейку были внесены, вот, и, соответственно, проследить, какие у нас отклонения возникли от момента, когда мы там сдали отчетность, потому что, ну, всякие ситуации на предприятии бывают. Соответственно, ну, расшифровка, я тут не стала это проводить, но те, кто работает с 1С, они знают, что почти все ячейки, которые вы заполняете в декларациях, вы можете нажать кнопку расшифровать, и вы провалитесь вплоть до, там, до оборотной сальдоведомости, до карточки счета, либо до каких-то других отчетов, которые расшифровывают именно вот данные показатели, да, то есть, непосредственно, с чего данные показатели сложились. Вот это все в рамках налогового мониторинга у вас остается. Плюс, и также остаются налоговые регистры, вот это пример из конфигурации ERP, налоговых регистров, они практически там с бухгалтерией предприятия совпадают, по-моему, 90% там плюс-минус, вот, ну, соответственно, они же у вас остаются. А что добавляется? Добавляется запросная система и рабочее место налогового инспектора, потому что, когда налоговый инспектор заходит в информационную систему, естественно, у него не полный интерфейс, не полные права, он видит не все, он видит, он работает в ограниченном интерфейсе, с которым предусмотрено вот именно то, что ему нужно, чтобы он везде в информационной системе не лазил у нас. И, соответственно, вот это вот решение запросной системы плюс рабочие места инспектора, реализована сейчас в типовых версиях в трех решениях. Это 11 управление холдингом, то есть там это в типовой уже вошло в типовой, если оно у вас установлено, то у вас уже есть запросная система рабочей места налогового инспектора, оно у вас уже есть, если вы ее обновляете регулярно. Соответственно, реализовано в 11 ERP управление холдингом, это тоже типовое решение, соответственно, туда тоже это все входит. И сравнительно недавно появившееся решение большое, которое отдельно устанавливается, оно может установиться поверх бухгалтерии, но это решение сравнительно молодое, оно еще внедрено на небольшом количестве предприятий, это именно 1 ERP налогового мониторинга, бухгалтерия, корпус и фо. То есть вот это бухгалтерия плюс кусок большой, который касается ведения международной отчетности, плюс вот запросная система и вот это как раз то, что касается налогового мониторинга. Это вот три типовых решения. Плюс, так как у нас есть предприятия, которые работают на 1 ERP, у нас, точнее, есть большое количество таких клиентов, которые тоже планируют переходить на налоговый мониторинг в ближайшем будущем, мы для себя, для них разработали для 1 ERP тоже вот запросную систему рабочей места инспектора для того, чтобы они могли на текущей версии, не меняя информационную систему, тоже подключить налоговый мониторинг. То есть вот, на данном случае, три типовых, плюс вот четыре, это наша разработка, которая касается именно ERP. Теперь, как вообще работает инспектор и как они взаимодействуют налоговое с вашим предприятием? Есть два варианта. Первый. Инспектор работает в основной информационной базе. Что это означает? Что он непосредственно у себя из налоговой подключается к вашей информационной базе, видит документы, видит проводки, видит, соответственно, справочники, может открыть любой скан документов, если у вас организовывается процесс, чтобы прикладывать сканы к первичным документам, просмотреть, сверить и так далее. То есть он видит все. У него право на просмотр всего, что касается регламентированного учета. Естественно, ему не дается право в виде плана производства, условно, плана продаж, сделки и так далее. То есть у него доступ полный к тому, что касается именно его, то, что он должен проверить, то, что он обязан проверить в качестве вот этого функционального мониторинга. Вот этот вариант, при этом часть предприятий просит, чтобы в этой информационной базе, например, скрыли от него комментарии, скрыли от него какие-то поля, которые в лоб не касаются налогов, но имеют какое-то там существенное значение для предприятия. То есть в комментариях очень часто документы люди между собой переписку ведут, что-то требуют уточнения и так далее. И бывает так необходимость, чтобы мы закрыли, чтобы человек этого не видел. Вот это там по желанию, может быть, по желанию закрываться с помощью отдельно настроенных прав. Также закрываются обязательные в виде персональные данные. То есть персональные данные мы инспекторам не показываем, потому что понятно, что у нас там значит персональные данные. Этот вариант один, он более предпочтительен, то есть он более простой, но он требует, чтобы у вас информационная база, в которой ведет регламентированный учет, имела доступ к интернету в каком-то виде в том или ином. Не всегда это возможно, потому что вот мы там очень, мы как раздолье специализируемся на работе с оборонкой, у них там достаточно жесткие правила, у них не может база информационная никакие, иметь доступ, выход во внешнюю сеть, то есть сети должны быть разделены. Соответственно, для них делается второй вариант. Второй вариант, когда для налогового инспектора устанавливается отдельная база. То есть у нас есть основная база, где мы ведем регламентированный учет, она в одной сети находится, и есть информационная база налогового инспектора в другой информационной сети, между которыми организован обмен. Вот информационная база налогового инспектора обычно это вот, Это клон базы, которая ведет вас основной учет. Она берет ваша база и за тот период, который проверяет налоговый инспектор, в нее выгружаются все документы. Все документы регламентированные, без плана производства, плана продаж и так далее. Все документы, приход, требования накладные, расчет себестоимость и так далее. Все вот эти документы с движениями вместе выгружаются сюда, в информационную базу налога инспектора. Они выгружаются один раз, и потом настраивается постоянный обмен по расписанию, раз в день или раз в неделю и так далее. То есть все документы, которые новые, которые будут вводиться, они будут по этим правилам выгружаться из основной информационной базы налога инспектора. И точно так же, это будет первичка со сканами, с проводками, с движениями по регистрам и так далее. Если там какие-то требуются дополнительные движения по регистрам, анализировать налоговому инспектору, потому что не все из проводок можно понять. Иногда там требуются какие-то дополнительные данные, дополнительные справочники и так далее, дополнительная аналитика. И соответственно, вот это все он видит, да, он уже зайти, он уже видит регламентированный отчет, он может провалиться в карточку счета. То есть он из карточки счета, можно открыть первичный документ, из первичного документа, нажав кнопку файла прикрепленный, он может открыть скан. Вот, и все это в режиме реального времени, то есть вот к нему мигрируют документы, от него к нам, так как у него права на исправление первичных документов, естественно, нет, у него есть право только на просмотр. Единственное, что он может вводить, это запросы данных от инспектора. Они приходят к нам в основную базу регламентированного учета, соответственно, их видит человек, который отвечает за взаимодействие с налоговым органом, их обрабатывают эти запросы, и ответы на запросы также переходят в информационную базу налогинспектора. Этот вариант сложнее в плане реализации, чем первый, потому что он требует настройки обмена. В типовые вот эти конфигурации, которые я говорила, три типовых, плюс наш обмен входит уже, он поставляется вместе с конфигурацией, то есть предполагается, что у вас две идентичные базы, между ними настроен, включается постоянный обмен. Он уже в него входит, но так как у нас две информационные базы, они требуют побольше ресурсов, то есть ресурсов серверов, они требуют какого-нибудь сопровождения, этот обмен нужно будет, чтобы пойти специалистам мониторили, потому что он может по тем или иным причинам вставать и так далее. То есть он требует больше администрирования, чем когда у вас инспектор работает непосредственно в базе регламентированного учета, то есть в первой базе в основном. Теперь, что видит налоговый инспектор, когда входит? То есть у него нет права, то есть, как я говорил уже, никакой там полный интерфейс, у него вот появляется такое рабочее место, в котором есть три окошка. В верхнем окошке та налоговая отчетность, то есть та регламентированная отчетность, которую он проверяет. То есть вот список там за год и так далее. Вот у нас там есть пример. Справа у него доступ к налоговым регистрам, который настраивается, то есть доступ к отчетности, которую он может данные регламентированной отчеты проверить. Если, например, он не хочет проваливаться, ну, либо там нужно там сводную информацию, полную оборудование посмотреть, либо там карточку счета условно, либо там анализ субконта и так далее. То есть у него вот в правой части вот эти все отчеты вот эти есть. Соответственно, там же есть, если мы там, например, говорим про управление холдингом, там есть экспресс-проверки и так далее. То есть вот добавляются вот все вот контрольные процедуры, которые есть в системе, вот они вот в этой правой части все выводятся. А внизу у нас появляется, выводится журнал взаимодействия. То есть вот здесь вот он может создать запрос, здесь он может видеть ответы, которые ему приходят. Вот, ну, соответственно, здесь он может анализировать как раз вот именно непосредственно взаимодействие с тем человеком, который отвечает за работу с ним. Как выглядит запрос? То есть запрос – это документ, да, то есть документ. То есть в нем он указывает, во-первых, что он проверяет, по какой форме отчета у него запрос. Он не может просто написать, а вот пришлите мне вот что-то, что-то такое, такое вот, что я хочу видеть. Он должен сказать, я проверяю налог на прибыль, я проверяю декларацию налог на прибыль, я проверяю ее за такой-то период. Соответственно, и выбирает основание. То есть он не может просто вот так, просто сказать, я просто вот хочу, вот не верю, что вот здесь такая цифра, сделайте. Нет, он должен выбрать основание, основание чего он хочет и что увидеть. И внизу он перечисляет документы, которые вы должны будете ему предоставить. То есть он не просто пишет, а вот так-то запрос, предоставьте расшифровку такую-то, пункту такого-то, или там скан документов таких-то. Здесь он их внизу перечисляет, где запрашиваем документы. И отправляет, соответственно, человеку, который за него отвечает. Здесь устанавливают сразу плановые даты ответа по умолчанию. Это 10 календарных дней на ответ есть у предприятия. Вот эта система там сама автоматически делается. Соответственно, человек, который работает, отвечает за взаимодействие с налоговым органом, у него вот есть такое свое рабочее место, которое называется журнал «Взаимодействие налогового органа и налогоплательщика». Он видит запросы, которые к нему пришли все. Соответственно, он их может открыть. И он может либо ответить, либо, например, отклонить ответ, отказаться от ответа, сказать, что вы там неправомерно что-то запрашиваете и так далее. Ну, всякое бывает. Соответственно, и в системе есть отчет, который контролирует вовремя, не вовремя, ответили, не ответили, отказались, ну, по каким причинам и так далее. То есть вот это все взаимодействие между налоговым органом и налогоплательщиком вот в таком формате происходит. Вот, в принципе, вот это то, что касается витрины. Это установка разворачивания, разворачивание базы. Это, соответственно, запросная система, которая у нас есть. То есть интерфейс взаимодействия между налоговым и налоговым инспектором. Ну и контроль срок по ответу на запрос инспектор. Вовремя, не вовремя. Этот контроль срок по ответу, он обычно распечатывается, прикладывается к отчету, который в итоге делается по налогомониторингу. И сюда же прикладывается отчет о работе инспектора, потому что инспектор, ну, он у нас не, ну, то есть у него фиксируется по инспектору все, что он делает в системе. То есть каких документов он был, какой он, там, книга покупок за какой-то квартал, когда он ее открыл, когда он ее закрыл, то есть время работы с объектом и так далее. Этот отчет, соответственно, тоже прикладывается к финальному документу по налоговому мониторингу, ну, потому что это требования налоговые, они там хотят видеть, чем инспектора, которые осуществляют налоговый мониторинг, занимаются в ходе проверки. Вот, это вот, в принципе, вкратце, я сейчас на вопросы расскажу, скажу только о том, что для участников сегодняшнего вебинара мы тоже можем там провести бесплатное экспресс-обследование готовности информационной системы, оно буквально отодневное. Мы про это напишем, то есть, да, рекомендации либо одна база, либо две базы, какие там, посмотрим, если у вас уже, ну, а вас, чтобы мы что-то обследовали, у вас должно быть то, о чем Павел говорил, да, комплекты отчетности и так далее, то есть регистра, комплекты регистра налогового учета. То есть мы их смотрим, говорим, вот есть типовые и нет типовых, если типовых нет, тогда, значит, определяем сроки, в течение которых их можно доработать, потому что я вам сказала, как я уже говорила, да, то есть вот в рамках налогового мониторинга, на которые вы будете устанавливаться в функционной базе, вы новых регистров, новых проверок не получите, их нужно будет дорабатывать с разработчиками, потому что пока на текущий момент, может быть, даже что-то изменится, на текущий момент вот то, что вам дастся, это вот как раз вот эта запросная система, соответственно, новых проверок там контрольных процедур не будет, их нужно будет писать, в том случае, если они у вас в регламенте будут поименованы, согласованы с инспекцией, вы хотите их автоматизировать, нужно будет это делать, и, соответственно, мы там определяем, можем определить сроки, в течение которых это можно будет сделать, ну, то есть для того, чтобы вам вовремя перейти на налоговый мониторинг, чтобы не сорвать переход. Так, теперь отвечу на вопросы. Вера, вопросы есть и в чате, и в вопросах ответы, пожалуйста. Смотрите, к базам ЗУП, да, также предоставляется доступ к налоговому инспектору, но там сложнее, да, потому что детализация по сотрудникам для того, чтобы они все проверяли, но там требуется закрывать персональные данные. Если, например, вот ЗУП обычно установлен, ну, как сейчас по рекомендации фирмы 1С, ЗУП сейчас стоит в большинстве предприятия отдельно, мы его, например, персональные данные в базу, которая проверяется мониторинг, мы его, например, если отдельно она стоит, вот этот база инспектор, мы туда просто персональные данные не выгружаем. Но если мы непосредственно в базе ЗУП будем давать доступ к налоговому инспектору, нужно будет персональные данные там закрывать прям четко, чтобы он их не видел. Да, по каждому сотруднику, статализация должна быть, конечно, так, потому что, ну, ему же нужно проверять начисление и так далее, то есть вычеты. Так, сейчас и чат. Будет ли возможность работать со вторым вариантом? Ну, будет. То есть, смотрите, это решение принимаете вы, первый вариант или второй, это удаленный запуск контрольных процедур, как планировал, как прогнозировал предыдущий спекер. Не могу пока сказать, потому что я пока не очень представляю себе контрольные процедуры, которые могут работать в любой информационной системе. То есть, ну, я как бы рада, что налоговая к этому идет, то есть мне это как раз заинтриговало, мне очень интересно, но вот системы все разные, то есть, да, то есть вот взять ERP, взять ERP, вот это ERP управление холдингом, взять управление холдингом и бухгалтерное предприятие, это четыре разные абсолютно системы. Ну, не очень понятно, какие контрольные процедуры предполагает налоговая в них запускать. Может быть, они чисто там будут регламентированные отчеты между собой сравнивать, да, чтобы у нас там условный баланс формы 2 сходил, ну, сходился и так далее. Вот это было похоже, возможно, вот это, да, но тоже оно у всех по-разному может храниться. Как налоговая проверяет, что это совпадает со мной базой налогового, как налоговая проверяет, что это совпадает со мной базой регламентированного учета? Ну, как она проверяет, что вы всю первичку ввели, да, то есть она проверяет нумерацию документов, что она у вас сквозная, последовательная, что у вас там нет пропущенных номеров, что у вас счета фактуры выдаются последовательно и так далее. То есть проверяют чисто зрительно, так же, как она и вы, текущую базу можете сказать, что вы не все. Она должна поверить на слово, чтобы все факты хозяйственной жизни там отразили. Так, может ли в качестве витрины использовать по байтам фигурация 1С налогового мониторинга из учетной системы и имеет некоторые особенности бухгалтерского учета? Может, да, то есть это возможно, конечно. Смотрите, будет сложно здесь, какие нужно понимать особенности, что у вас система налогового мониторинга, она должна соответствовать по внутренней структуре, по сложности той системе, с которой вы работаете с основной. Вот если взять в качестве примера ERP, то 1С ERP с налоговым мониторингу подружить будет сложно, потому что в ERP намного больше, как сказать, аналитики. И вот инспектору обосновать, почему у вас одна и та же номенклатура в проводках имеет разную стоимость, будет сложно только по проводкам, потому что в ERP есть такое понятие характеристики серии, они могут иметь разную оценку. Но мне в налоговый мониторинг некуда ее будет выгрузить, там нет такого свойства, как характеристика серии. Поэтому да, возможно, но требуется проработать. Что лучше использовать 1С ERP или 1С налоговый мониторинг, зависит только от того, что у вас сейчас установлено в качестве основной базы. То есть если у вас основная база 1С ERP, то используйте 1С ERP, потому что с ней написать обмен будет намного проще. А никакие отчеты о полноте загрузки информации в СВК, ну как там, есть вот в рамках типовой, то есть это используется типовой обмен, там будет написано, что информация выгружена полностью, там будет прописан список отчетов. Ну вот сверять остатки там и там только глазками. Можно открыть там, например, десятку и показать, что десятка, там 60 или сверить две оборотки по итогу месяца. Тогда будет понятно, да или нет. В типовой, вот таких вот СВК-шных контролей, которые скажут, что все, 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 ну вот именно, что все документы прогрузились, кроме того, что вот факты зеленой галочки, что обмен прошел удачно и ошибок не диагностировано, нет. Так, коллеги, давайте я передаю слово с другим спикером, а то время поджимает. Да, да, спасибо, спасибо, Вера. Теперь я бы хотела передать слово Ирине, чтобы она поделилась опытом, поскольку они уже участвуют в налоговом контроле в формате налогового мониторинга. Пожалуйста, Ирина, вам слово. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо. Сегодня я поделюсь с вами опытом компании Jaguar Land Rover по подготовке к переходу в налоговом мониторинге, а также уже участию в налоговом мониторинге. Компания Jaguar Land Rover, как независимая компания, представлена на рынке с 2008 года. Основными видами деятельности являются оптовая продажа, импортных автомобилей и запасных частей на рынках Российской Федерации, Казахстан, Беларусь и Армения. До того, как я начну делиться опытом перехода на налоговый мониторинг, предлагаю вам посмотреть ролик. Сегодня вашему вниманию мы представляем информационную систему компании Jaguar Land Rover. Для удобного использования системы сотрудниками налогового органа разработан специальный пользовательский интерфейс и создана роль доступа налоговый инспектор. В системе реализована возможность анализа всех деклараций, представляемых в налоговый орган. На примере декларации по налогу на прибыль мы сможем увидеть, как это работает. Для этого в меню необходимо выбрать расчет налога на прибыль, выбрать декларацию за необходимый период и открыть ее двойным кликом. Вашему вниманию будут представлены все разделы декларации. Для примера возьмем доходы от реализации и вне реализационные доходы. Выбираем строку 010 «Выручка от реализации всего». Двойным нажатием на ячейку мы переходим в детализацию данной строки. При необходимости мы можем получить расшифровку любой из представленных строк. Для примера рассмотрим выручка от реализации товаров и услуг автомобилей. При анализе данной строки нам будет представлен весь список проданных автомобилей с указанием номера документа и даты. При выборе объекта мы сможем увидеть карточку документа с подробной информацией об автомобиле, дате продажи, дилере и сумме. Для того, чтобы увидеть бухгалтерские и налоговые проводки, необходимо перейти в раздел «Налоговый учет». Вам представится возможность сравнить бухгалтерские и налоговые проводки. Кроме этого, посредством нажатия кнопки «Показать оригинал» можно проверить первичный документ. Программа перейдет в хранилище и выведет на экран соответствующий подписанный оригинал. В представленном примере документ хранится в системе «Диадок» и подписан цифровой подписью. При необходимости можно вывести документ на печать или сохранить в файл формата PDF. В сохраненном файле можно проверить реквизиты электронной подписи отправителя и получателя, владельцев сертификатов, серийные номера, дату и время. Для оперативной отправки требований и получения ответов в системе реализован модуль запросов от налоговой инспекции, позволяющий внутри системы направить запрос в адрес налогоплательщика. Для удобства можно указать вид налога, по которому формируются требования, дать краткое описание, указать перечень необходимых документов. После составления требования необходимо выбрать кнопку «Направить запрос налогоплательщику». Система присвоит номер и зафиксирует время отправки. В дополнение есть возможность вывести на экран всю историю запросов-ответов, настроить отображение списка в удобном формате, а также сохранить для последующего использования. Это был краткий обзор функционала информационной системы для налогового мониторинга компании Jaguar Lander. Продолжение следует... 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 Ровно описывать методы взаимодействия с налоговым органом, а также образцы и описание регистров налогового учета для налогов, по которым компания отчитывается. А также, соответственно, способы передачи этой информации и их периодичность. По своей сути, это описание функционала системы, которую налоговый орган будет использовать для проведения налогового мониторинга. То есть, то, как он будет проверять те или иные регистры, подтверждающие цифры к декларациям. Со своей стороны, мы предоставляем налоговому органу копию базы. Это можно назвать витриной, но больше как гибрид между витриной и представлением доступа в базу, поскольку наша копия – это полноценная копия с нашей рабочей базы. Кроме того, мы также используем другие методы предоставления данных. Это 1С, в том числе система запрос-ответ, которую вы видели в ролике. Также ТКС, диадок и имейл. Последние два способа – они не очень активно используются налоговыми органами, поскольку не у всех инспекторов есть имейл, но в дальнейшем планируется, соответственно, тоже выдать имейлы инспекторам, и, соответственно, мы тоже планируем эти способы активно использовать. Во время подготовки РИФ и после того, как нам налоговый инспектор, инспекция продемонстрировала несколько роликов крупных компаний, ну, что-то наподобие того, что продемонстрировала я, потому что у нас более скромный ролик, чем у других компаний. Мы поняли, что наш текущий функционал 1С не совсем подходит по требованию налогового мониторинга. У нас, во-первых, налоговый учет практически не был реализован в системе 1С. Все, ну, в основном все основные регистры и расчеты мы делали в Excel-таблицах. Мы долго думали, что мы можем с этим сделать, чтобы все-таки как-то удовлетворить требованиям налогового органа, рассматривать для себя множество вариантов, в том числе переход на типовую версию 1С. Но так как у нас очень много специфических процессов, мы этот вариант сразу отмели. Также рассматривался вариант создания на базе типовой базы витрины, то есть путем перекачивания документов конкретных в типовую 1С. Но этот вариант тоже отмели для себя, поскольку у нас очень много документов, которые, ну, созданы специально под нашу компанию, и, опять же, что-то делая в типовой, потом мы ее не сможем как-то обновлять, добавлять. Поэтому за полгода мы силами своих программистов, а также с привлечением сторонних программистов, создали полностью налоговый учет и формирование деклараций в нашей системе по налогу на прибыль и по НДС. Также старались учесть требования налоговых органов по расшифровке отдельных строк декларации от регистров верхнего уровня и до первичных учетных документов. Нами, конечно, была проведена колоссальная работа в столь сжатые сроки. Мы постарались учесть как требования бизнеса, так же и требования налоговых органов, и также старались создать систему максимально гибкую к любым изменениям, чтобы в случае изменения законодательства не переписывать ее с нуля. Что касается второго документа, системы внутреннего контроля, то для нас это понятие не новое, поскольку акции группы торгуются на американской фондовой бирже, то с самого начала деятельности нашей компании у нас утверждены процедуры, действует риск-менеджмент, а также установлены контроли. Нам необходимо было только наши существующие контроли переписать на налоговый лад, то есть как они действуют с точки зрения правильности исчисления налогов, в своевременности их оплаты и реагирования на изменения в законодательстве. На скрине представлены основные организационно-распорядительные документы нашей компании, которые, собственно, и составляют фундамент нашей системы внутреннего контроля. Также нужно отметить, что со своей стороны налоговые инспекторы, в том числе начальник налогового инспектора, оказывали нам всевозможную поддержку, как по подготовке форм, так же и базы для участия в налоговом мониторинге, давали нам соответствующие рекомендации, старались упростить наше дальнейшее взаимодействие. Так, собственно, была создана система запрос-ответ, которую вы видели на ролике. Это альтернатива предоставления запросов и ответов на эти запросы по ТКС. По итогам прошедшего года в налоговом мониторинге можно сказать о том, что по проверкам в рамках налогового мониторинга по запросам документов, это, конечно, не сравнимо с проверками в рамках камеральных налоговых проверок, а также, тем более, выездных, поскольку большинство документов находятся в системе, в том числе регистров учета, оборотно-сальдо введомости, которые налоговые органы могут посмотреть без участия налогоплательщика. Для себя, как основным преимуществом участия в налоговом мониторинге, мы видим то, что более оперативно закрывается период для налоговой проверки, составляет всего 9 месяцев после течения года. Соответственно, это очень важно в условиях постоянно меняющейся судебной практики. Также есть возможность запрашивать мотивированные мнения, если есть какие-то операции, которые вызывают споры с точки зрения учетов по налогам. Мы пока данное мнение не запрашивали, но если появится необходимость, то тоже воспользуемся этой привилегией. Также важно отметить, что в случае, если налоговыми органами будет найдена какая-то ошибка в налоговом учете, то данный вопрос можно будет урегулировать без штрафов. То есть, если пение, они остаются, как и в любой другой налоговой проверке, то штрафы в налоговом мониторинге отменяются. Спасибо большое за внимание. Готова ответить на ваши вопросы. Да, Ирина, там есть вопросы, но они в основном связаны с переходом из инспекции, в инспекции покупающей налогоплательщики. Вы посмотрите, там есть вопросы. Пожалуйста, в чате. Спасибо. Как происходит переход в налоговую по крупнейшим? На самом деле, ну стандартно по законодательству, да, три года, если ваши обороты больше установленных лимитов, то вас должны перевести в налоговую по крупнейшим. У нас же сложилось так, что сначала мы числились в одной ФНС, потом нас три года там просидели, нас перевели в другую, в ФНС 49-ю, а потом уже, ну где-то, наверное, тоже мы три года там пробыли, а потом уже перевели в МФНС по крупнейшим налогоплательщикам. Поэтому, ну здесь, наверное, от самого налогоплательщика вряд ли что-то зависит больше на решение самих налоговых органов. Из территориальной инспекции межрегиональной, здесь я вам не смогу подсказать, вообще, насколько знаю, только межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам проводят налоговый мониторинг. То есть, ничего не могу сказать. Ну, еще один вопрос там по поводу выездной проверки за период перед переходом налогового мониторинга. Нет, у нас не было выездных проверок за период, перед налоговым мониторингом. Данные периоды еще открыты, поэтому все возможно. Понятно. Ирина, спасибо, спасибо огромное. Очень действительно ролик интересный и рассказ содержательный, очень подробный. Я думаю, что вот те какие-то больные вопросы, которые были у наших участников, они как раз, я думаю, получили ответы на эти вопросы. Спасибо большое. И я бы хотела, как бы, внимание наших уважаемых участников заострить на том, вот то, что рассказывал Павел о том, что нужно модернизировать и совершенствовать налоговый учет из Excel переходить в систему. И то, что, эта тематика, которая касалась Вера, что это нужно реализовывать в автоматизированной системе, то есть дорабатывать ее. То есть Ирина просто своим сообщением, мне кажется, наглядно подчеркнула о том, что это абсолютно необходимая опция для того, чтобы автоматизация была настоящей автоматизацией. Прошу вас обратить на это внимание. Ну, еще, Ирина, спасибо большое, что подчеркнули важность этих двух основных базовых документов, которые у нас по закону ФНС требует регламент и информация об СВК о том, что эти документы неформальные, неформальные в своем содержании. Они конкретные, они про вас, и большинство приложений, они фактически описывают то, что у вас творится в налоговом бухгалтерском учете и в вашей СВК, включая акцент на учетные бизнес-процессы, о которых говорил Павел. Поэтому, как бы, вот здесь, как мне кажется, отписаться, ну, наверное, не получится. То есть, как бы, здесь нужна проработка, повторюсь, то, как раз, на чем делала акцент Ирина. Ну, и, наверное, некоторым образом уже подводя итоги нашего вебинара, я хочу предоставить слово Аглану Срежевичу Микаэляну. Пожалуйста, как бы, вам слово, Аглан Срежевич. Спасибо, Татьяна. Я немножечко попробую обобщить и хотел бы показать, и, ну, частично, может быть, ответить еще раз на те вопросы, которые вначале возникали, что же будет в будущем. Ну, для начала я тоже хотел бы немножко интерактива. Если можно запустить опрос, пожалуйста, коллеги, давайте на эти два вопроса быстро ответим и двинемся дальше. Ну, не знаю, мне кажется, вопросы простые, и, наверное, мне надо подвести итог, посмотреть на эти циферки и двинуться дальше. Если можно вывести на экран результаты. Да, спасибо. Значит, станет обязательным и останется добровольным, но сильно рекомендованным. Примерно половину на половину. Спасибо за это понимание. Значит, да, и очень радует, что примерно треть слушающих считает, что все-таки будет определенный выигрыш. Значит, да, ну и подавляющее большинство, конечно, считают, что если процессы правильно организовать, то однозначно будет выигрыш. Попробую все это дело продемонстрировать немножечко на цифрах, да, с вашего разрешения. Итак, коллеги, значит, хочу сообщить при приятнейшее известие. Мы одни из лидеров по цифровизации в мире, но по цифровизации контроля мы совершенно точно первые. Совершенно очевидно, что последние там, ну, наверное, 8 лет, ну, на моей памяти 8, идет достаточно разумная и достаточно правильная, хотя, может быть, несколько и агрессивная работа налоговых наших органов по увеличению прозрачности бизнеса, по противодействию каким-то непонятным серым схемам по поводу агрессивной оптимизации налогов. Вот. Если вы помните, 10 лет назад как раз была первая попытка ввести электронный счет фактуры. Значит, в 2012 году уже утвержденная форма появилась, ну, и там реальный переход на электронные счета фактуры произошло в 2015-2016 году. Мне кажется, это было очень серьезное, серьезное изменение в попытках разобраться с налогами со стороны налоговой инспекции. Вот на графике я хочу, чтобы вы посмотрели, как изменилось, вообще-то говоря, объем налогов, которые собирает налоговая инспекция. Коллеги, вот они сборы НДС по годам. И вот реальный переход на электронные счета фактуры 2015-2016 год. Ну, все помнят это дело, не буду напоминать, там, даты законные и так далее. Значит, к чему это привело? Ну, если у нас НДС на ввозимые товары выросла с 2014 года, ну, приблизительно на 60-70%, это, прежде всего, связано с тем, что произошли драматические изменения в курсах валют, и поэтому ввозной НДС вырос. Но мы все понимаем, что с 2014 года добавочный продукт у нас два раза в стране не вырос, да, однако НДС с двух триллионов превратился в четыре. Я сейчас имею в виду НДС внутренний, который формируется. Ну, смею предположить, что основной причиной было вот ведение вот этой вот скоринговой системы в налоговой, которая называется НДС, и потом НДС-2, который привел вот к таким серьезным результатам. Цифровизация привела к тому, что налоговая смогла очень легко уследить за всеми схемами агрессивной оптимизации налогов, и потихонечку начало все дело перекрывать. Это я все рассказываю для того, чтобы объяснить мысль о том, что на самом деле это стратегический, целенаправленный процесс дальнейшей цифровизации всех процессов налогообложения. Давайте вспомним еще, что для малого бизнеса ввели онлайн-кассы, то есть теперь любая операция в онлайн-режиме уже контролируется налоговой, что само по себе тоже очень интересная тема. Ну и пришло время вот для планирования налогов и вот такого онлайн-взаимодействия для крупнейших налогоплательщиков. Поэтому это абсолютно закономерная, мне кажется, ситуация, и скорее всего надо ожидать, что налоговая будет, вот система с налоговым мониторингом будет развиваться в сторону больше и больше автоматизации. Кстати говоря, в таком масштабе автоматизации, в таком объеме, да, в мире есть только, ну, в таком объеме нету нигде, так сказать, да, вот есть частично в Голландии внедрена вот такая система налогового мониторинга, ну, она сильно ужата по сравнению с Россией. Но так как контроль в нашем государстве – это наше все, думаю, что все ожидания о том, что в онлайн-режиме будет проверяться вообще все, надо считать, ну, самой ближайшей реальностью. Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Вот недавно мы проводили исследование, финэкспертизе по поводу налоговых проверок. Вот циферки по первому полугодию. Смотрите, по первому полугодию 2020 года, в силу того, что были коронавирусные проблемы, оказалось сильно меньше, было меньше налоговых проверок, значит, меньше было начислений. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что вот в этой сумме, которую вы видите, кстати говоря, по году за 2019 год, сумма доначислений с учетом всех пений и налогов составила примерно 336 миллиардов рублей, из которых почти 100 миллиардов – это штрафы и пений. Почти 100 миллиардов. В этом году, в первом полугодии, этих проверок не было. И этих штрафов и пений тоже не было, сказать. Вот в этих 60 миллиардах штрафы и пений составляют какую-то очень незначимую сумму, приблизительно, приблизительно, 10-12 миллиардов рублей. Вопрос, что произойдет к концу года. Может быть, не к концу года, а в следующем году. Мне кажется, что вот эта вот передышка, которая была связана с сложной ситуацией, она потом будет снята. И обратная сторона этого вопроса заключается в том, что одним из основных элементов налогового мониторинга, сказать, это невозможность штрафования проверяемых, это вообще отсутствие штрафов. Ну, пений, конечно, остаются, но и очень серьезное сокращение срока налогового контроля. С трех лет до девяти месяцев, мне кажется, это очень солидный гэп. И мне кажется, что переход на налоговый мониторинг обеспечит компаниям за счет вот этих доначислений штрафов, пений и прочего, и за счет укорачивания вот этого периода налогового контроля, ну, достаточно солидный гэп. И мне кажется, что это как раз та ситуация, где стоило бы навести максимально высокий порядок, пойти по пути максимально высокой автоматизации. Ну и, конечно, надо понимать, что надо, наверное, обратить еще внимание на такую вещь, как налоговое планирование, которое, ну, не будем скрывать, не у всех, находится на серьезном, высоком уровне. Про ресурс замечательно сказала Ирина в своей выступлении, что вот это вот колоссальное отвлечение ресурсов, связанное с выездными проверками, да и с камеральными тоже, при переходе на налоговый мониторинг принципиально изменяется, принципиально. И это, на мой взгляд, невероятно хорошо. И поэтому я бы, честно говоря, сказал, что надо с экономической точки зрения на это дело смотреть. Многие, кстати говоря, в этом опросе все-таки, я понял, что это понимают, что внедрение систем автоматизации налогового учета и переход на налоговый мониторинг – это скорее некое привилегие, это скорее такое хорошее встречное движение налоговой инспекции, потому что так или иначе нас заставят на налоговый мониторинг перейти, добровольно или недобровольно, и контроль автоматизированный, контроль будет с самого высокого уровня. Я думаю, что это перспектива нескольких лет. Поэтому, коллеги, призываю к этому вопросу отнестись очень и очень, я бы сказал, наверное, трепетно. Вот, что хотел сказать. Не хочу больше ваше время занимать, но на всякий случай я попросил бы Андрея еще раз включить тот же самый вопрос. Давайте мы на те вопросы, которые ответили в начале моего выступления, значит, да, вот моего короткого, еще раз ответим. Пожалуйста, коллеги, давайте проголосуем, посмотрим, смог ли я каким-то образом на вас повлиять. Буквально еще секунд 20-30, если возможно, закончим. Ну, окей, окей, еще 20-30 секунд, никаких вопросов. Окей, результаты мы видим. Ну, мне кажется, количество людей, которые считают, что все станет обязательным, выросло. Вот, ну и немножко уменьшилось количество тех людей, которые считают, что совокупно компания, переприходим на налоговый мониторинг, проиграет. Спасибо, коллеги. Я хотел именно эти две вещи до вас донести, что надо к этому вопросу готовиться, надо серьезно автоматизироваться, будущее находится там, и цифровизация идет таким полным шагом, он будет идти дальше, и уровень контроля, на мой взгляд, только усилится. Только надо это дело сделать для себя комфортным, для бизнеса удобным, поэтому желаю всем успехов в этом вопросе, ну и обращайтесь, если что, мы сможем помочь в любых вопросах, связанных именно с этим. Спасибо, Татьяна. Коллеги, тоже хочу поблагодарить всех за участие, за содержательную беседу. Наши спикеры, я считаю, прекрасно осветили тему. Отдельное спасибо Ирине, что откликнулась на наше предложение, откликнулись, и очень прекрасный ролик, и сама презентация. Спасибо большое. И хотел бы присоединиться к пожеланиям Агвана Цережаевича. Готова оказать как разработку и автоматизацию вместе с раздольем под ключ, так и частично в тех вопросах, которые будут вам интересны. Повторюсь, особые сложности на нашем опыте возникает все-таки построение системы внутреннего контроля, внутренних налоговых контролей. Поэтому будем рады помочь, всегда готовы, в том числе и стартовать с бесплатной экспресс-диагностикой, как и мы, так и раздолье. Поэтому приглашаем, готовы к сотрудничеству. Еще раз всем спасибо за участие, всего доброго.